В эфире новости на канале НТР, в студии Айгулей Блонская. Здравствуйте. Ближайшие несколько минут. При каких обстоятельствах один человек погиб и трое пострадали на дороге Нижнекамс-Чистополь? Почему жители поселка Красный Ключ не могут вызвать педиатра? И кто одержал победу в турнире памяти Ивана Володурина? Один человек погиб и трое пострадали в страшной аварии на автодороге Нижнекамс-Чистополь напротив молочного комбината. ДТП произошло в субботу вечером. 41-летний водитель девятки при выезде с прилегающей территории не уступил машине Киарея. В результате водители пассажира отечественного автомобиля были госпитализированы с множественными ушибами и переломами. Позже водитель скончался в реанимации. В Киаре в момент ДТП находились 4 человека, в том числе 5-летний ребенок. Мальчик отделался ушибами, а вот его бабушка, 52-го года рождения, с сильными травмами была доставлена в больницу. Не могут вызвать детского врача на дом. С такой жалобой в нашу редакцию обратились молодые мамы поселка Красный Ключ. Они уверяют, что ситуация с педиатром настоящая проблема. Дело в том, что после Нового года их перевели в детскую городскую больницу. И сейчас за любой медицинской помощью нужно ехать в город. Причем даже если у ребенка температура. У врачей на этот счет свое мнение. Подробности смотрите в итоговом выпуске новостей. Нижнекамский музыкальный колледж отпраздновал 45-летний юбилей. Студенты и педагоги выступили с концертными номерами. Вспомнили и тех, кто стоял у истоков становления учебного заведения. Среди приглашенных был первый директор Лемар Джураев. На мероприятии почетными грамотами, благодарственными письмами наградили заслуженных педагогов колледжа. В Нижнекамске прошел турнир в памяти героев Советского Союза Ивана Баладурина. Состоялся он уже в 31 раз. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Перми и других городов России. 12 команд сыграли по круговой системе в двух группах. В финальном матче встретили с командой «Нефтехимик-1» и сборная Казани. Хозяева не оставили гостям из столицы никаких шансов и одержали победу со счетом 3-0. На третьем месте расположились спортсмены Дюсыш и Сальметьевска. О погоде. Сейчас за окном также ясно. Столбики термометров остановились на отметке минус 4. Вечер южный 9 метров в секунду. К вечеру ожидается похолодание до минус 6. О других гадких событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей. Вы узнаете, куда и зачем уехала Нижнекамская сборная КВН. Оставайтесь с нами и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также можно присылать сообщения на сайт ntrtv.ru. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова